Начнем с потребления просроченных продуктов. Господа, вы знаете о чем я. Тот йогурт в конце холодильника, который стоит уже шесть месяцев. Вы открываете его, пахнет приемлемо, вы съедаете его. А что насчет пиццы двухнедельной давности? Налить воды, бросить в микроволновку и завтра готово. Некоторые девушки находят отвратительным, что мужчины не обращают внимания на срок. Мы считаем, что просто не тратим еду. В сегодняшнем видео мы поговорим о невинных привычках мужчин, которые вызывают отвращение у женщин. Следующее – плевки соплями. У вас есть что-то сверху рта, сзади углотки, и вы обладаете уникальным талантом собрать это все и выплюнуть точно на землю. Только не делайте это публично. У каждого был друг в школе, обладавший такими способностями, который мог плюнуть в намеченную цель. Конечно, в раздевалке среди друзей это может быть похвально, но если вы находитесь в компании женщины, это недопустимо. Говоря о звуке, стоит затронуть громкое жевание с открытым ртом. Я понимаю, вы любите откусить большой кусок. Вам будто сказали, мужик-то голоден как бык, возьми мою еду и откуси как корова. Не делайте так, пожалуйста. Когда вы громко жуете пищу и окружающие видят еду, это действительно отвратительно. Лучше бы люди этого не видели. Сам я люблю дома есть и мычать от удовольствия. Ничего не могу с этим поделать. Следующая привычка, которая очевидно вызывает отвращение – это накапливание грязной посуды. Господа, все эти пункты и информацию я нашел на реддите и просто в интернете, но должен сказать, что конкретно с этим я не согласен. Мне кажется, посуде можно дать немного накопиться, чтобы потом помыть все вместе. Более эффективно – помыть множество посуды в раковине или посудомойке. Вы согласны? Напишите в комментариях. Согласитесь со мной, мне нужны ваши голоса. Я не согласен с большинством женщин, включая мою жену, что я должен мыть все сразу. Я сопротивляюсь, я позволяю накопиться, чтобы затем сделать все сразу. Идем далее. Дамы ненавидят, когда мы дважды окунаем еду. Представьте, в центре стоит миска кессо, вы в компании друзей, вы берете чипс и окунаете в кессо, но понимаете, что взяли мало соуса и макаете снова, откусив край перед этим, и помещаете микробов в общую тарелку. Мое правило – если я живу с этими людьми, то они не должны негативно реагировать на это. Если я в компании малознакомых людей, то я постараюсь сдержаться. Я не очень понимаю, насколько это плохо. Что вы думаете? Мы живем в мире микробов. Существует очень много гермофобов. Суть в том, что я не считаю это таким ужасным, но если людей это так раздражает, то я перестану так делать. Итак, следующая плохая привычка – оставлять стульчак поднятым. На вопрос, почему мы оставляем поднятым, ответ прост – так легче попасть. Женщины действительно ценят, когда мужчины оставляют стульчак опущенным, и особенно, когда он чистый. Проживая с маленькими леди, я понимаю это. Младшая дочь чуть не свалилась в унитаз, так что так даже более безопасно. Главное поймите, если вы живете с женщинами, то опускайте стульчак и чистите. Они очень это ценят. Следующее – писать в душе. Так действительно не стоит делать. Я виноват в этом, как многие, но есть хорошая причина, почему не стоит. Несколько лет назад у нас была кошка. Со временем начала пахнуть от того, что я справлял нужду в душе. Поэтому кошка подумала, что так и нужно, и тоже начала. По этой причине советую не писать в душе. Но если нет кошки, то это другой вопрос. Следующее, что мы делаем – пьем из коробки. Для меня это экономия посуды. Даже дома мы стали меньше мыть посуду, потому что не пачкаем ее. Так как пьем прямо из коробки. Такое, возможно, не всегда. Да, жена сказала, что уйдет от меня, если я не перестану. Но я продолжил так делать, так как это не критично. Некоторым просто нравится так делать. Но если вы живете не один, то постарайтесь так не делать. Далее сразу две вещи. Женщин отвращают наши ноги. И также стрижка ногтей. Я думаю, что все сводится к тому, что многие мужчины не уделяют внимания маникюру и педикюру. Я не говорю, что нужно идти к специалистам или красить. Нужно просто лучше заботиться о кутикулах, ногтях на руках и ногах. Если вы взглянете на них, то они могут выглядеть весьма плохо, если вы не заботитесь о них. Если у вас уже растет что-то зеленое, то лучше сходите к врачу. Мужчины. Женщины обращают на это внимание, особенно если вы носите сандалии, находитесь в бассейне. Так что позаботьтесь о ногтях. Девушки не будут убегать от вас и лучше ощущать себя. Следующая отвратительная привычка, которая раздражает не только девушек, но и меня, это неприятный запах изо рта, особенно после кофе. Если вы не пьете много жидкости, то у вас может появиться запах. С возрастом дыхание ухудшается, усиливается кариес, появляются дырки в зубах и деснах, где скапливается и разлагается пища. Просто плохо пахнет, поэтому убедитесь, что вы достаточно пьете и чистите зубы. Прочищаете зубной нитью каждый зуб. Пользуйтесь щеточкой для языка. Мне постоянно рекомендовали это, и я начал пользоваться. Язык необходимо чистить, так как на нем скапливается много бактерий, и из-за него может начать пахнуть. Если вы разговариваете с кем-то близко, то пожуйте жвачку. Не сбивайте девушек с ног своим запахом изо рта. Кстати, о запахе. Не переусердствуйте с духами. Женщины очень чувствительны к запахам. Бывает так, что вы нанесете аромат, но перестаете его чувствовать через 15 минут, просто потому что рецепторы в вашем мозге привыкают к аромату и будто ставят его на задний план. Вы по-прежнему источаете запах, особенно от мощных духов, так что если далее будете использовать такой же, то постарайтесь проснуть два раза, а не десять. Не душите людей. Существует ароматы, которые вы можете нанести в 15 спреев, но вы все равно еле будете чувствовать запах. Если вам нравится определенный аромат, то пробуйте, но найдите тот, который будет работать с вашей химией. Я думаю, что лучше зайти в комнату и быть позже обнаруженным, чем ворваться и смутить всех запахом. Следующая привычка более отвратительна. Пожалуйста, прекратите. Если я кого-то поймаю в доме, то тот будет мыть ванну и писать целую статью, почему нельзя так делать. Я говорю о неубранных с раковины и ванной волосах, когда вы бреетесь, когда волосы забивают раковину. Вам нужно очистить все от ваших волос и ногтей. Я ценю то, что вы сделали это в ванной, но вы же их не выбрасывали. Почему они на полу? Так что подметите все за собой. Поухаживайте не только за телом, но и за полом, и раковиной после бритья. Иначе это просто отвратительно. Итак, господа, что вы хотите увидеть дальше? Как насчет 11 необычных черт, которые дамы находят привлекательными? О чем я говорю, вы сможете узнать в новом видео. И друзья, не забудьте написать в комментариях, о чем я забыл и что бы вы добавили.